Площадь фигур Площадь треугольника равна половине произведения двух сторон на синус угла между ними Рассмотрим задачу Известно, что в треугольнике АВС сторона АС равна 8, сторона АВ равна 3, угол А равен 30 градусов Найти площадь треугольника Итак, площадь треугольника АВС – это половина произведения стороны АС на сторону АВ на синус угла А Подставив вместо АС, АВ и синуса угла А известные величины Получим, что площадь треугольника АВС – это половина произведения 8 на 3 и на синус 30 градусов Синус 30 градусов – это 1 вторая, значит, площадь треугольника АВС – это 1 вторая умножить на 24 умножить на 1 вторую, что равно 6 Итак, ответ 6 Повторим, что высота треугольника – это отрезок, проведенный из вершины треугольника к противоположной стороне под прямым углом Площадь треугольника равна половине произведения основания на высоту Рассмотрим следующую задачу Известно, что в треугольнике АВС сторона АВ – это 3 умножить на высоту СН Найти площадь треугольника АВС Площадь треугольника АВС мы будем искать по формуле 1 вторая умножить на СН умножить на АВ Так как нам известно, что сторона АВ – это 3 умножить на высоту СН Мы находим сторону АВ, подставив вместо СН 3, получаем, что сторона АВ равна 9 Площадь треугольника АВС – это 1 вторая умножить на 3 умножить на 9, что в результате получим 13,5 Итак, ответ 13,5 Повторим, что площадь параллелограмма равна произведению двух сторон на синус угла между ними Сумма квадратов синуса и косинуса одного и того же угла равна единице Рассмотрим следующую задачу Известно, что в параллелограмме АВСД Сторона АВ равна 5, сторона АД равна 8, косинус угла А равен минус корень из 3 делить на 2 Найти площадь параллелограмма АВСД Площадь параллелограмма АВСД мы будем вычислять по формуле Произведение сторон АД и АВ на синус угла между ними Для того, чтобы найти синус угла А Мы, зная, что синус квадрат угла А плюс косинус квадрат угла А равен единице Выразим синус угла А Это будет корень квадратный единица минус косинус квадрат угла А Подставим вместо косинуса угла А известную величину Получим, что синус угла А будет равен 1, 2 Итак, площадь параллелограмма АВСД Это произведение 8 умножить на 5 умножить на 1, 2 Что равно 20 Итак, ответ 20 Повторим, что ромб – это параллелограмм с равными сторонами Площадь ромба равна половине произведения его диагоналей Рассмотрим следующую задачу В ромбе АВСД известны диагонали Диагональ АС равная 12 и диагональ ВД равная 7 Найти площадь ромба Итак, подставив формулу для нахождения площади ромба Известные величины мы получим, что площадь равна половине произведения его диагонали Это будет 1, 2 умножить на 12 умножить на 7 равно 42 Итак, ответ 42 Повторим, что трапеция – это четырехугольник, две стороны которого параллельны Площадь трапеции равна произведению полусуммы оснований на высоту Рассмотрим следующую задачу Известно, что трапеция АВСД В которой основание ВС в два раза меньше основания АД Найти площадь трапеции Площадь трапеции вычисляется по формуле АД плюс ВС делить на 2 и умножить на BH Так как основание ВС в два раза меньше АД Известно, что основание АД равно 14 То, чтобы найти ВС, мы 14 делим на 2 и получаем 7 То есть ВС равно BH по условию задачи равно 7 Теперь, подставляя величины в формулу Мы с вами получим, что площадь трапеции АВСД Будет равна полусумме 14 плюс 7 умножить на 7 Что равно 73,5 Итак, ответ 73,5 Ребята, хочу вам дать некоторые рекомендации Прежде чем приступать к выполнению геометрической задачи Первой части ОГ Научитесь выделять и понимать главное в материале Так как умение решать задачи является следствием понятого Соответствующего теоретического материала И совершенствуйте свои вычислительные умения и навыки Домашнее задание Повторить главу 4 на странице 116-130 По учебнику геометрия 7-9 класс Под редакцией от Анастяна Урок закончен До свидания Здравствуйте, ребята Тема сегодняшнего урока Разнообразие и ценность естественных биогеоценозов суши Сегодня на уроке мы изучим многообразие биогеоценозов суши Продолжим формирование знаний об экологическом разнообразии На примере рассмотрения естественных биогеоценозов суши Выясним различия между понятиями биогеоценоз и биом И рассмотрим значения естественных биогеоценозов суши Для природы и жизни человека Вспоминаем Экосистема Биологическая система, состоящая из сообщества живых организмов Среды их обитания Системы связи, осуществляющих обмен веществ и энергией между ними Биогеоценоз Система, включающая сообщество живых организмов И тесно связанную с ними совокупность абиотических факторов среды В пределах одной территории Биом – совокупность экосистем одной природно-климатической зоны Рассмотрим шире понятие биом Биом – наземные сообщества, занимающие огромные пространства суши Биомы – это большие регионы планеты, которые разделяются по таким характеристикам, как географическое положение, климат, почвы, осадки, флора и фауна Биомы иногда называют экологическими регионами Ученые расходятся во мнениях относительно точного количества биомов, существующих на Земле Создано множество различных классификаций, которые были разработаны для описания биомов планеты Одну из классификаций хочу вам представить Биомы суши или биогеоценозы суши Можно условно подразделить на древесные Это леса хвойные, смешанные, широколистые, тропические И травянистые – степи, прелии, луга Древесно-травянистые – саванны И лишайникотравянистые – тундры Давайте подробнее рассмотрим лесные биомы Лесной биом включает в себя обширные места обитания, в которых доминируют, конечно же, древесные породы Леса простираются на огромной территории земли, занимая до 1-3 поверхности суши Есть три типа лесов – умеренные, тропические и таежные или бореальные леса Каждый тип леса имеет свои климатические характеристики, видовой состав и особенности дикой природы Широколиственные леса Умеренные леса испытывают 4 четко определенные сезона года Вегетационный период в лесах умеренного пояса длится около 140-200 дней Осадки регулярные, выпадают в течение всего года, а почвы богаты питательными веществами Рассмотрим территорию нашего полуострова, ребята На территории, как вы знаете из курса географии, есть как равнинные, так и горные участки И, конечно же, в предгорьях и горах Крыма имеются леса Древесные породы, которыми представлены леса Крыма – это дуб, дуб чересчатый, дуб пушистый И буково-грабовые леса Крыма, которые занимают довольно-таки большую территорию Хвойные леса Хвойные леса, как вы уже понимаете из названия, составлены, как правило, представителями хвойных паук Ель, лиственница, кедр и так далее В нашем крымском лесу можно встретить замечательную крымскую сосну или сосну-паласа Которые отличаются своей пирамидальной формой Можжевельники крымские, их несколько видов Это и можжевельник высокий, и можжевельник красный, и можжевельник дурнопахнующий Хотя на самом деле пахнет он достаточно приятно Тис ягодный И тис, и можжевельник с успехом используют в ландшафтном дизайне Благодаря их декоративности Но нужно, однако, помнить, что тис ягодный, несмотря на всю свою декоративность, является ядовитым растением Ядовиты все его части, кроме красных шишко-ягод Тропические леса Тропические леса формируются вдоль экватора В тех местах, где сырой и теплый климат Именно в этих условиях может существовать тропический дождевой лес Он растет всюду, где температура колеблется от 20 до 28 градусов А осадки от 2 до 4 тысяч миллиметров Благодаря таким особенным условиям повышенной влажности в этих лесах формируются интересные новые формы растений Такие как эпифиты Растения практически не растущие на земле Им достаточно небольшого количества органических вещей в складках коры или в доплах деревьев Всем известны орхидеи, папоротники и бромелевые Яркий представитель бромелевых, который вам известен, это ананас Конечно же, при такой богатой растительности Животный мир тропических лесов тоже очень богат Гораздо более бедная в видовом составе тундра Главная черта тундры – заболоченные участки в условиях сурового климата Высокой относительной влажности, сильных ветров и вечной мерзлоты Из-за этого растения не могут иметь хорошо разросшиеся жизненные формы, такие как кустарники и деревья Как правило, эта подушковидная растительность образует на почве переплетающиеся побеги в виде подушек Животный мир также не очень богат Степи Степи – это сообщество засухоустойчивых трав Степи Крыма – яркие представители этого сообщества, которые занимают всю нашу равнинную часть нашего полуострова В степях Крыма очень много злаковых, конечно же, растений Это ковыль, это типчак, суслики, различные тушканчики, мышевидные грузины и, конечно же, много эфемероиды Эфемеры и эфемероиды – это растения, которые имеют очень короткий вегетационный период За этот период они должны успеть расцвести, дать семена и благополучно перенести неблагоприятные условия Для которого им служат различные корневища, луковица и так далее Луга – тип зональной и интразональной растительности, характеризующийся господством многолетних травянистых растений Главным образом – злаков и осоковых Хотелось бы обратить ваше внимание, ребята, что вершины наших крымских гор безлесые, называются яйлами И как раз-таки для яйлы характерно луговая и степные растения Замечательные, редкие, реликтовые растения встречаются у нас на яйлах Такие, как сонтрава, такие, как пион узколистный и многие другие В чем же ценность естественных биогеоценозов суши? Конечно же, леса – главный источник кислорода Велика роль лесных океосистем в круговороте воды, так как своей корневой системы они удерживают влагу в почве Степи отличаются накоплением большого количества гумуса И рожденный степями чернозем является уникальной плодороднейшей почвой Луга служат пастбищами и сенокосными угодьями Многие луговые травы являются ценным лекарственным сырьем Луга играет важную роль в сохранении почв, защищая их от эрозии плотной дерновиной Все экосистемы планеты оказываются компонентами единой глобальной экосистемы биосферы Из многих связанных друг с другом круговоротов отдельных экосистем складывается глобальный биологический круговорот веществ, поддерживающий существование биосферы в целом Дома, ребята, я предлагаю вам повторить параграф 42, изучить параграф 43 учебника и ответить письменно на вопрос Каким последствиям для биосферы может привести исчезновение лесов и степей? Спасибо за внимание, до свидания Здравствуйте, уважаемые девятиклассники Сегодня наша тема урока Русская культура второй половины XIX века А во второй половине XIX века происходят глубокие сдвиги во всех областях культуры Характерен рост грамотности, развитие просвещения Появились комитеты грамотности, просвидетельские организации, связанные с земствами В стране открываются новые воскресные земские школы Происходит рост числа гимназий и женских учебных заведений Открываются новые университеты В 1897 году произошла всероссийская перепись населения И согласно данным, уровень грамотности составляет 29,3% Переходим к первому вопросу нашей темы Успехи естественных наук Перед вами портреты ученых, которые внесли огромный вклад в развитие естественных наук Это Чебышев Пафнутий Львович Он сконструировал стопоходящую машину Автоматическую счетную машинку Арифмометр Столетов Александр Григорьевич Получил значение близкое к значению скорости света Попов Александр Степанович Изобрел первый приемник передач 25 апреля 1895 года Продемонстрировал его в русском физическом обществе Яблочков Павел Николаевич Изобрел договую электрическую лампу Можайский Александр Федорович Изобрел первый в мире самолет Блинов Федор Абрамович Изобрел гусеничный трактор Менделеев Дмитрий Иванович 1869 год Создает периодический закон Химических элементов Докучаев Василий Васильевич Положил начало науке о почвах Создал план борьбы с засухой Сеченов Иван Михайлович Создал учение о рефлексии головного мозга Доказал взаимосвязь психических и телесных явлений Павлов Иван Петрович Изучал рефлекс головного мозга Мечников Илья Ильич Гомолей Николай Федорович Организовали первую в России бактериальную станцию Разработали методы борьбы против бешенства И с вредителями в сельском хозяйстве Следующий вопрос Это развитие географических знаний Здесь Наиболее выдающимися деятелями Этой области Были граф Федор Петрович Литке Исследовал Камчатку, Чукотку И побережье Тихого океана Приживальский Николай Михайлович Проводил геологические, зоологические исследования Центральной Азии Миклуха Маклай Николай Николаевич Изучил народы Юго-Восточной Азии Австралии, островов Тихого океана Следующий вопрос Развитие гуманитарных наук Наиболее выдающимися деятелями Этой области Были Сергей Михайлович Соловьев И Василий Осипович Ключевский Которые работали над трудом История России Теперь поговорим с вами о литературе Ведущей областью духовной культуры России Оставалась литература Основным художественным направлением Второй половины XIX века Был критический реализм Для литературы характерны Духобличительство, интерес к жизни народа Стремление найти путь К решению общественных проблем Александр Иванович Герцен говорил Литература у народа Не имеющая политической свободы С высоты которой он заставляет услышать Крик своего возмущения и своей совести Представителями критического реализма Второй половины XIX века Являются Солозаков Щедрин Михаил Евграфович Он написал Дикий помещик Господа Головлёвы Помпадуры Помпадурши Губернские очерки Истории одного города И так далее Фёдор Михайлович Достоевский Написал Преступления и наказания Идиот Бесы Бедные люди И так далее Антон Павлович Чехов Автор выдающейся произведения Чайка Три сестры Вишневый сад Тургенев Иван Сергеевич Написал Отцы и дети Николай Алексеевич Некрасов Написал Гениальное произведение Кому на Руси жить хорошо Ведущие направления в живописи Критический реализм Представителями данного течения Являются Василий Григорьевич Перов Он написал произведение Сельский крестный ход на Пасхе Тройка Приезд к гувернантке Купеческий дом В 1863 году Группа молодых живописцев Реалистов Во главе с Иваном Николаевичем Крамским С большим шумом Отказались писать картину На заданную тему И покинули Академию Знак протеста Бунтовщики Основали артель художников В 1870 году Она была переименована В Товарищество передвижников Илья Ефимович Репин Написал Такие картины Как Бурлаки на Волге Не ждали Арест пропагандиста Василий Иванович Суриков Написал Такие произведения Как Утро стрелецкой казни Меньшиков в Березове Бояриня Морозова Покорение Сибири Ермаком Виктор Михайлович Воснецов Написал Произведение Аленушка Витязь на распутье Богатыри Иван Константинович Айвазовский Художник-маринист Который создал Свои бесценные Произведения Девятый вал Черное море Пушки на берегу Черного моря Следующий вопрос Скульптура Скульптор Марк Матвеевич Антокольский Создает свои произведения Ярослав Мудрый Иван Грозный Ермак Петр I Александр Михайлович Опекушин Русский скульптор Академик И действительно член Императорской академии Художеств Создает памятник Александру Сергеевичу Пушкину В Москве Михаил Осипович Микешин Русский художник И скульптор Автор ряда Выдающихся памятников В крупных городах Российской империи Его проект Памятника Тысячелетия России В Великом Новгороде Победил на конкурсе В 1859 году И был принят К исполнению Следующий наш вопрос Архитектура Развитие буржуазных отношений Привело к значительным Изменениям И в развитии архитектуры Второй половины 19 века Окончательно Изжил себя Классицизм Это привело К господству Эклектики Распространенным Становится Неорусский Или псевдорусский Стиль В этом стиле Выполнен Исторический музей В городе Москва Архитекторами Семеновым И Шервудом Храм Спасаной Крови В Петербурге Построенный Архитектором Альфредом Александровичем Парландом На месте убийства Александра II Также Во второй половине 19 века Распространяется Строительство Доходных И многоэтажных И многоквартирных Домов Здесь представлен Жилой дом Страхового общества В Петербурге Архитектора Леонтия Николаевича Бенуа Следующий наш вопрос Музыка Вторая половина 19 века Это рассвет русского Национального творчества Могучая кучка Это содружество Пяти выдающихся композиторов Милия Алексеевича Балакирева Модеста Петровича Мусоргского Цезаря Антоновича Кюи Александра Порфирьевича Бородина И Николая Андреевича Римского-Корсакова Стремление передать В музыке Правду жизни Особенности национального характера Борис Гудунов Хованщина Князь Игорь Петр Ильич Чайковский Вершинами его творчества являются оперы Евгения Онегин Пиковая дама Балеты Лебединое озеро Спящая красавица Щелкунчик Театр был единственным местом, где можно было высказывать свое мнение В 1865 году по инициативе Островского, Рубинштейна, Адаевского в Москве был организован артистический кружок и первый народный театр И в заключение нашего урока выполним с вами задание ОГЭ по истории Задания номер 13 и 14 посвящаются русской культуре Задание номер 13 Какие из приведенных памятников культуры были созданы в 19 веке? Укажите номера, которыми они обозначены Первое Балет Лебединое озеро Это ответ правильный Это 19 век Второе Комедия Бригадир Это ответ неправильный Это 18 век Третье Поведь о Ерше Ершовиче Это 18 век Картина Последний день Помпеи Это 19 век И пятая Церковь Покрова в Филях Это 17 век Задание номер 14 Создателем какого из приведенных памятников культуры был Петр Ильич Чайковский Укажите порядковый номер этого памятника культуры Петр Ильич Чайковский был автором балета «Лебединое озеро» На этом наш урок окончен Желаю вам успехов До свидания Здравствуйте, уважаемые девятиклассники Начинаем наш урок русского языка Сегодня он посвящен теме написания «не» с разными частями речи Как вы думаете, сложная ли эта орфограмма? Конечно, она считается одной из самых сложных Более того, она одна из самых частотных Какое бы упражнение вы ни начинали делать письменное Вы хоть одно слово с этой орфограммой вам да и встретится Поэтому вы понимаете, как важно сегодня вспомнить основные правила Связанные с написанием «не» со словами Мы сегодня попробуем в некоторой обобщенной форме Вспомнить правила, касающиеся разных частей речи И я надеюсь, что к концу нашего занятия Вы будете знать чуть-чуть больше, чем знали до него Итак, обратите внимание на слайд Перед вами пять слов Невежа, неволить, невтерпёж, негодующая, недоумевая Пока вы думаете, что между этими словами общего Я хочу обратить ваше внимание, что все эти слова разных частей речи Невежа – это имя существительное, неволить глагол, невтерпёж, наречие, негодующие причастия и недоумевая дея причастия Так чем же они схожи? Тем, что все они пишутся сне слитно По одному и тому же правилу, по первому правилу, самому лёгкому Слово не употребляется без не В том случае, если слово без не не употребляется, мы его пишем слитно Я думаю, здесь сложностей быть не должно Смотрим на следующий слайд Не друг, а враг Не весёлый, а грустный Не быстро, а медленно Я надеюсь, вы тоже все прекрасно вспомнили Здесь перед нами противопоставление с союзом А И в этом случае мы, конечно же, должны написать не со словом раздельно Обратите внимание на вот это предложение Немногие присутствующие поддержали докладчика Вот представьте себе, выступает докладчик и надеется, что его поддержит большинство зрителей в зале А его поддержали не многие, как он рассчитывал, а лишь некоторые В данном случае мы имеем с вами речь, ребята, с так называемым скрытым противопоставлением То есть оно прямо не выражено, но подразумевается Обычно распознать скрытое противопоставление можно только в контексте с другими предложениями Так вот, наша вторая часть нашего правила будет звучать так Если есть противопоставление с союзом А, причем как явное, так и скрытое, то не со словом пишется раздельно в этом случае Говоря о противопоставлении, не могу не обратить ваше внимание на сочетание подобного рода Река не глубокая, но холодная Не точное, но самостоятельное решение задачи, говорил негромко, но выразительно Многие ученики ошибочно путают их тоже с противопоставлением Но, тем не менее, давайте вдумаемся в смысл Если союз А противопоставляет два признака друг другу, то здесь речь идет о двух совместно параллельно существующих признаках То есть река может быть одновременно и глубокой, и холодной Это не исключает неглубокой, извините, и холодной союз, но не исключает эти два признака Они взаимоисключают Решение задачи может быть и неточным, и самостоятельным То есть здесь мы с вами видим два параллельно существующих признака То же самое я говорил негромко, но выразительно Одновременно можно говорить и негромко, и выразительно Поэтому давайте запомним, что при союзе но противопоставления не бывает И эти выражения не будем путать с выражениями союзом А Я отвечал далеко не идеально Рассказ вовсе неинтересный Это было ничуть не трудно Никому неизвестная тропинка Здесь мы написали не со словами раздельно, со словами тоже разных частей речи Почему? Потому что есть выражения Далеко не, вовсе не, ничуть не, нисколько не Эти выражения усиливают отрицание Их называют усиливающее отрицание И если они есть в словосочетании и в предложении, то нет Со словом мы пишем в этом случае раздельно Это тоже мы запомнили, и, конечно, этого тоже уже знали Если же, ребята, в словах нет противопоставления Нет выражения далеко не, вовсе не, ничуть не, нисколько не И нет, если это слово употребляется без не В таком случае необходимо определить часть речи Потому что теперь дело будет касаться уже разных частей речи С глаголами идея причастия не пишется всегда раздельно Это несложно запомнить, да Это мы запомнили и пишем правильно Теперь обратимся к другим частям речи Невежливый, неправда, невысок, неинтересный, негодующий Перед нами имена существительные, имена прилагательные И наречия на ОЕ С этими словами, с словами этих чтей речи Не пишется слитно в том случае, если образуется новое слово Как проверить себя, что образовалось новое слово? Вы можете себя проверить таким способом Это слово можно изменить синонимом, то есть близким по значению словом Или подставить слово «очень» Давайте проверим Невежливое имя прилагательное можно заменить другим прилагательным Грубое, например, да Неправда имя существительное можно заменить другим существительным ложь Невысок, краткое прилагательное можно заменить синонимом низок А можно также и подставить слово «очень», очень невысок То же самое неинтересно, скучно или очень неинтересно И негодующе, можно подставить слово «очень», например, очень негодующе Или там взволнованно Таким образом, запоминаем Если прилагательные, полная краткая форма, существительные И наречия на ОЕ образуют новое слово, то они с ней пишутся слитно Здесь хочу обратить ваше внимание на краткие прилагательные Особые формы кратких прилагательных, которые не имеют полной формы Или же в полной форме их значение совершенно другое Вот с такими краткими прилагательными не пишется раздельно Посмотрите на слайд Не готов, не должен, не намерен, не рад, не расположен Краткие формы прилагательных, которые не имеют полной формы Или они могут иметь полную форму, но с другим совершенно значением В таких случаях мы пишем не с этим словом раздельно. Обратимся теперь к причастиям. Незаселенный район, это причастие, пишем с не слитно. Но незаселенный долгое время район, здесь уже пишем раздельно, потому что появились зависимые слова, долгое время. Также запоминаем, причастие с зависимым словом пишем раздельно. Также я хочу обратить ваше внимание на слова, которые заканчиваются на мы, например, в виде мы. Это слово может быть как причастием, так и прилагательным. Почему нам важно это знать? Потому что они по-разному будут писаться с не. Невидимые простым глазом объекты, перед нами причастие и пишется раздельно. Почему это причастие? Потому что у любого страдательного причастия может быть или подразумеваться зависимое слово в форме творительного падежа. Кем, чем. Невидимые кем, чем. Тут уже есть ответ простым глазом. Перед нами причастие пишется раздельно, потому что есть зависимое слово. А вот невидимые миру слезы – это глагольное прилагательное. И несмотря на то, что у него тоже есть зависимое слово «миру», но оно стоит не в творительном падеже и поэтому пишется слитно. Еще раз запоминаем, слова «намый» пишутся слитно в том случае, если у них есть зависимое слово в форме творительного падежа. В остальных случаях они пишутся слитно с «не». Обратите внимание, перед вами краткие причастия. Краткие причастия – вещи не уложены, вещи еще не уложены, вещи не уложены с вечера, вещи не уложены нами, вещи вовсе не уложены. Разные формы здесь есть – одиночное причастие, и причастие с зависимыми словами, и с сочетанием «вовсе не» во всех этих случаях мы пишем раздельно, потому что это краткое причастие. Запомните, с кратким причастием пишем «не» раздельно. Осталось рассмотреть еще несколько частей речи, которые мы сможем увидеть вот на этой таблице. С числительными не пишется раздельно, например, не второй, со словами в форме сравнительной степени пишется раздельно, например, не выше, со всеми словами, которые пишутся через дефис, не также пишется раздельно, например, не по-товарищески, с местоимениями не также пишется раздельно, за исключением отрицательных и неопределенных местоимений, некто, некоторых и подобных им. И со служебными частями речи «не» тоже пишется раздельно, например, «не только-только» – это частица, за исключением производных предлогов, несмотря на, невзирая на, которые пишутся слитно. А сейчас, ребята, мы можем с вами потренироваться и посмотреть, насколько хорошо вы поняли тему. Итак, укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного слова. Далеко неудачливый. Частица «не» с именем прилагательным пишется раздельно, так как имеется сочетание «далеко не». Согласны вы с этим высказыванием? Да, согласны. Это утверждение верное. Не мешая. Частица «не» с «не» причастием пишется раздельно. Тоже все правильно. Неуверенность. Имя существительное пишется с «не» слитно, так как «не» употребляется без «не». Конечно же, это существительное употребляется без «не» и пишется слитно не поэтому, а потому что мы можем подобрать синоним. Не желая. Частица «не» с глаголом пишется раздельно. Частица «не», конечно, с глаголом пишется раздельно, но в данном случае перед нами желая «де» причастия, поэтому утверждение ошибочное. Не 5. Частица не с порядковым числительным пишется раздельно. Это тоже правильно. Проверим себя еще раз. Не сделана работа. Частица не с деепричастием пишется раздельно. Конечно же, это не деепричастие, это краткое причастие. Не друг, а враг. Частица не с именем существительным пишется раздельно, так как имеется противопоставление. Конечно, оно здесь имеется с союзом А. противопоставления. Несмотря под ноги, не с дейпричастием, употребляющимся без не, пишется раздельно это правильное высказывание. Некрасивый, не с прилагательными, пишется слитно, если можно подобрать синоним без не. Можно подобрать синоним, соответственно, это верное высказывание. Не сказав частица не с кратким страдательным причастием прошедшего времени, пишется раздельно неправильно, потому что сказав это дейпричастие. То есть здесь первое и последнее объяснение следовало бы поменять местами, тогда бы у нас все утверждения были правильные. Я думаю, ребята, что такая сложная тема, как написание не с разными частями речи, нами была сегодня разобрана. Я надеюсь, что вам было понятно то, о чем мы говорили. Закрепить свои знания вы можете с помощью выполнения домашнего задания. Выберите, пожалуйста, задание, выберите ваш учебник, по которому вы занимаетесь. Если же по каким-то причинам вы не можете выполнить задание по учебнику, вы можете найти стихотворение Эдуарда Осадова «Россия начиналась не с мяча» и выписать слова с изучаемой орфограммой и объяснить их в правописании. А я на этом прощаюсь с вами. Спасибо за внимание. До свидания. Здравствуйте, уважаемые девятиклассники. Сегодня мы с вами продолжим решение задач по теме нахождения вероятности событий, уделим внимание сложению и умножению вероятности. Для начала вспомним теоретический материал, который нам поможет при решении задач. Утверждение первое. Сумма вероятности противоположных событий равна единице. Напоминаю, что два события называются противоположными, если наступление первого события означает не наступление второго, а не наступление второго события означает наступление первого. Утверждение номер два. Если событие С означает, что наступает одно из двух несовместных событий А или Б, то вероятность события С равна сумме вероятностей событий А и Б. Напомню, что два события называются несовместными, если в одном и том же испытании они не могут произойти одновременно. Третье утверждение. Если событие С означает совместное наступление двух независимых событий А и Б, то вероятность события С равна произведению вероятности событий А и Б. Напомню, что два события называются независимыми, если наступление одного из них не влияет на вероятность наступления другого. Заметим, что в данных утверждениях мы можем найти для себя подсказку. Если, описывая два события А или Б, уместно поставить между ними предлог или, то вероятность будем складывать. А если, описывая два события, уместно между ними поставить предлог И, то вероятность будем умножать. Приступим к решению задач. Задача номер один. На экзамене по геометрии школьнику достается одна задача из сборника. Вероятность того, что эта задача по теме углы равна 0,1. Вероятность того, что это окажется задача по теме параллелограмм равна 0,6. В сборнике нет задач, которые одновременно относятся к этим двум темам. Найдите вероятность того, что на экзамене школьнику достанется одна задача по одной из этих двух тем. Приступим к рассуждению. Пусть событие А означает, что задача досталась по теме углы, а событие Б, что задача досталась по теме параллелограмм. Событие С состоит в том, что задача досталась по теме углы или параллелограмм. События А и Б являются несовместными по условию. Заметьте, здесь есть для вас цветовая подсказка. Чтобы найти вероятность события С, сложим данные вероятности. Ответ 0,7. Следующая задача. Фирма Луч изготавливает фонарики. Вероятность того, что случайно выбранный фонарик из партии бракованный равна 0,02. Какова вероятность того, что два случайно выбранных фонарика из одной партии окажутся бракованными? Рассуждаем. Пусть событие А состоит в том, что первый выбранный фонарик бракованный. Событие Б – второй выбранный фонарик бракованный. Тогда событие С будет состоять в том, что первый и второй фонарики бракованы. События А и Б являются независимыми по условию. Обратите внимание на цветовую подсказку. Чтобы найти вероятность события С, перемножим вероятности. Ответ 0,4. Хочу вам заметить, ребята, что для того, чтобы быть успешным на экзамене, мало просто уметь решать задачи. Надо еще быть внимательным и правильно осмысливать прочитанное. Например, посмотрите, что произойдет, если в условии предыдущей задачи мы поменяем всего лишь две буквы. Фирма Луч изготавливает фонарики. Вероятность того, что случайно выбранный фонарик из партии бракованный равна 0,02. Какова вероятность того, что два случайно выбранных фонарика из одной партии окажутся не бракованными? Рассмотрим решение задачи. Пусть событие А состоит в том, что первый фонарик исправный. Событие Б в том, что второй фонарик исправный. Тогда событие С состоит в том, что первый и второй фонарики исправные. События А и Б являются независимыми. Найдем вероятность того, что случайно выбранный фонарик исправный. Получаем единица минус 0,02 равняется 0,98. Тогда вероятность события С находится умножением 0,98 на 0,98. Получаем ответ 0,9604. Посмотрите, изменилось всего лишь две буквы в условии задачи, а ответ уже другой. А сейчас я вам предлагаю себя проверить. Используя рассмотренные утверждения, решите задачу 4 и задачу 5. На тарелке лежат пирожки, одинаковые на вид. Вероятность того, что случайно выбранный пирожок будет с капустой, равна 0,3. Вероятность того, что случайно выбранный пирожок будет с яблоками, равна 0,4. Петя наугад берет два пирожка. Найдите вероятность того, что у него окажутся два пирожка с яблоками. Следующая задача. На тарелке лежат пирожки, одинаковые на вид. Вероятность того, что случайно выбранный пирожок будет с капустой, равна 0,3. Вероятность того, что случайно выбранный пирожок будет с яблоками, равна 0,4. Петя наугад берет пирожок. Найдите вероятность того, что у него окажется пирожок с капустой или пирожок с яблоками. Числа в задаче подобраны небольшие, специально, чтобы вам было удобно усно посчитать. Ну что, проверяем? Надеюсь, у вас все получилось. Рассмотрим еще одну задачу. В результате многократных наблюдений установили, что вероятность попадания в мишень одного стрелка равна 0,9, а другого 0,8. Каждый из стрелков сделал по одному выстрелу по мишени. Какова вероятность того, что мишень будет поражена? Начнем наше решение. Пусть событие А состоит в том, что первый стрелок попал в мишень. По условию вероятность события А 0,9. Событие Б второй стрелок попал в мишень. По условию вероятность события Б 0,8. Событие С – это мишень поражена. События А и Б являются независимыми. Но события С наступают не только тогда, когда попали оба стрелка, но и тогда, когда в мишень попал хотя бы один из стрелков. Поэтому сразу применить утверждение 3 мы не можем. Дальше можно рассуждать двумя способами. Первый способ. Рассмотрим, когда же наступает событие С. Событие С наступает, когда попал первый стрелок и попал второй стрелок, или попал первый стрелок и не попал второй стрелок, или не попал первый стрелок и попал второй. Найдем вероятности противоположных событий. Вероятность того, что не попал первый стрелок, равняется единице минус 0,9, то есть 0,1. Вероятность того, что не попал второй стрелок, равняется 0,2. Таким образом, можем составить выражение для нахождения вероятности того, что мишень поражена. Посмотрите, попал первый стрелок, записываю вероятность события. И умножить. Попал второй стрелок, записываю вероятность события. Или, плюс, ну и так далее. Подсчитав выражение, получаем, что ответ у нас 0,98. А теперь рассмотрим второй способ. Для этого рассмотрим событие, противоположное событию С. Мишень не поражена, то есть не попал первый стрелок и не попал второй стрелок. Найдем вероятности противоположных событий. Уже находили мы вероятность того, что не попал стрелок первый, что не попал стрелок второй. Ну а теперь вероятность того, что мишень не поражена. 0,1 умножить на 0,2 равняется 0,02. Таким образом, вероятность того, что мишень поражена будет составлять 1 минус 0,02, то есть 0,98. Посмотрите, ребята, этот способ считается более рациональным. Хотя, может быть, кому-нибудь понравится и первый способ. От выбора способа правильность ответа у нас не пострадала. На этом наш урок закончен. Надеюсь, что он был для вас полезен. Вашим домашним заданием будет следующее. По учебнику автора Макарычева повторить пункты 35 и 36, решить номер 821 и 824. А также не забывайте решать задание номер 10 из ОГЭ. Спасибо за внимание. Успехов в подготовке к экзаменам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова